Продолжается эфир нашей программы. Владимир Чекунов у нас в гостях, педиатр, эксперт. И мы сегодня поговорим на тему водного баланса летом, конечно же, для детей. Доброе утро! Доброе утро! Часто мамы говорят, что пока не попросит, сама пить не дам, да? Ну, или наоборот, я даю, пока он не просит. Как сделать так, чтобы всё-таки вот этого обезвоживания не случилось у малыша? Как следить за количеством жидкости летом? Да, летний период – это всегда период, когда у нас ускоряется метаболизм, ускоряются обменные процессы, и в том числе нам требуется больше жидкости. И вот, наверное, правильно вы подмечаете, что детский возраст – это тот период, когда действительно нужно научить, нужно приучить пить воду, потому что мы и во взрослом состоянии недостаточное количество потребляем. Так вот, детки пьют, как правило, очень малое количество жидкости. Наверное, хочется здесь начать с периода новорождённости. Одна из частых, может быть, таких ошибок, когда мы слышим, как врачи-педиатры, что дети на грудном вскармливании не должны потреблять дополнительное количество воды. На самом деле это не так. И если ребёнок находится даже на грудном вскармливании, и вот как сейчас такая погода достаточно жаркая, в помещении плюс, допустим, 26 и выше, если мы понимаем, что воздух в помещении сухой, можно предлагать воду. Единственный вопрос, что не нужно это делать из бутылки соской, а нужно это делать с помощью ложки. Вот это такой вот нюанс. А вот количество, как вы думаете, кстати, сколько ребёнок, ну, допустим, в возрасте трёх лет должен выпивать воды? Пол-литра. Да, ну, не знаю, ну, по желанию, а какое количество, понятия не имею, честно. Нормы существующие свидетельствуют о том, что в среднем ребёнок, вот в возрасте, допустим, трёх лет, должен выпивать шесть стаканов воды. По 200 мл, что ли? Но вот здесь, да, момент такой, что этот стакан где-то 100-150 мл. То есть средний объём жидкости, которую должен, воды даже, точнее, правильно сказать, которую должен получить ребёнок, это около одного литра. И вот как раз-таки слово «жидкость» и «вода» – это немножко разное. А вот это вот всё жидкость. Потому что даже если ребёнок выпивает, ну, например, морс или просто воду, или газированную воду, хотя, конечно, здесь пользы никакой нет, это всё будет суммироваться в понятие «жидкость». Из этого общего понятия мы выделяем вода – это около литра. Поэтому достаточно большое количество требуется ребёнку для того, чтобы восполнить свой водный баланс. Ну, если он колы 2 литра выпил за день, это сколько он воды выпил? Ноль? Берётся вся жидкость за 100%. 70-80% – это чистая вода. 30% – это еда. То есть туда входит суп, туда могут войти смузи, а какая-то другая жидкость… Смузи. Да. И, соответственно, этому вот нужно рассчитывать. Конечно, если мы говорим о пользе, то вот, ну, будем, грубо говоря, вот отодвинув сюда, пользы здесь никакой особой нет. Потому что здесь в основном сахар, который повредит эмаль зубов и, соответственно, вызовет какие-то другие проблемы, в том числе лишние… Неужели пользы ниже? Не пить теперь соки, компоты и прочую всю вот эту тему, которая продаётся? Почему? Пить. Можно пить. Есть определённый процент добавленного сахара, который допустим у ребёнка. И поэтому, конечно, он может, допустим, выпить сок. Это допустимые вещи. Около 100 мл, допустим, тот же трёхлетний ребёнок. Один раз в день – это допустимые вещи. А если, например, его не знакомить с соком до трёхлетнего возраста, поить только водой? Пожалуйста. Как такой вариант? Такой вариант тоже может быть. Мало того… Я часто использую такой приём и способ. Американская… Не знаю про конфеты? Очень экономно. Очень экономно. И кроме того, кстати, допустим, те же самые американцы, они, в принципе, до года… Вот у нас есть в рекомендациях введения соков, а у них полностью оно отсутствует. Причина – ожирение, избыточный вес. Потом догонят. Потому что… Потом, да. Ну, у них там фастфуд разве, да? Там другая тема. Слушайте, а вот если он не хочет пить, ну, то есть не испытывает особого желания, чтобы в течение дня он смог выпить там 600 миллилитров, да? Или, как вы говорите, вообще какие-то заоблачные показатели – в литр. В литр, да. Но от литра и подростки до 2-2-400 в принципе должны выпивать. Это только чистая воды. И если человек не пьёт любого возраста, самое главное, чтобы вода стояла всегда в поле зрения. Ну, если он не хочет, он не испытывает желания или жажды. Ну, как газировочки хочет. Нет, он будет хотеть. Это же тоже привычка определённая. То есть если вода будет стоять, если это будет красивая бутылочка, и либо это, ну, так называемые виды воды, когда вы можете добавить туда ягоды, либо листик мяты, лимон, либо веточку розмарина, там, не знаю, огурчик, соответственно, немножко вкус меняется, запах меняется, и, соответственно, желание попробовать что-то новое у ребёнка появляется. Ну, короче, налегать надо на естественное, да? Однозначно. Вот такую как воду, а все вот эти соки, газировки и компоты давать так в виде какого-то лакомства? Ну, да, в какой-то степени да. Конечно, потому что здесь очень много добавленного сахара, и пользы мы от этого не будем. Ну, и давайте ещё раз. В этих стаканах... Пустота. Давайте ещё раз нашим зрителям расскажем о таком приятном моменте, о котором многие забывают, что, в принципе, охлаждённая вода – это тоже нормально. Это тоже нормально. У вас есть тёплая водичка, ну, тут вот с ребёнком. Холодная? Нет, холодная. Или чуть-чуть комната теперь... Нам тёплая нужна. Да, ну, в этом же нет ничего страшного. В этом абсолютно нет ничего страшного. А скучнее даже будет и вода, и соки. Да. Если будут прохладные. Поэтому не бойтесь, что ваш ребёнок там простынет, да, и будет сопливить. Владимир Чекунов был у нас сегодня в гостях. Напитки все остаются нам, и это хорошо. Приходите к нам на следующей неделе. Будем ждать. Субтитры сделал DimaTorzok